Привет, друзья! С вами я, Руслан Ролеев, профессионал Барска Ревьера. Сегодня я расскажу про это Барска Ревьера. Барска Ревьера называет побережье от поселка Гулярица до местечка Курочи. Возле курортного поселка Гулярица расположена одновременно горечка пляжа около 2,5 км. Это излюбленное место для спокойного отдыха и применения солнечных, воздушных и морских планов. Здесь сильнейшая вода, быстро набирается глубина, освежающая при нырянии, быстро отбивающая инфраструктура, хорошие условия для тихого и уютного отдыха. А в соседней бухте начинается новый проект элитного жиловка в комплексе в Черногорской Венеции. Далее знаменитый пляж Королевы «Кролевский пляж». Названный так в честь королевы Милены, которая любила останавливаться здесь для отдыха и купания. Это крупнопесчаный и галечный пляж. Располагается близ курорта Чани. Укровным, тихым и красивым заливе печи. С чьей-то неуродной водой, под надежной защитой высоких скал. При этом пляж труднодоступен и поэтому добираются сюда по морю. «Кролевский пляж» За скалой, ближе к курортному поселку Чань, расположился 2-х километровый жемчужный берег, бисер обла, имеющий песчаные и песчано-галечные участки берега. Туристы считают одним из лучших среди пляжей на Барской ревьере. Чистое галечное дно и прозрачная с изумрудным оттенком вода так и зовут Ахунеца – теплые, ласковые волны отряда. Благоустроенные набережные с вальками, городским кафе и ресторанами создают дополнительное удобство для отличного отдыха туристов. Сразу за Черным мысом в районе поселка Заграджа между Чанем и Сутаморой находится бухта Малевик с одноименным пляжем. Это небольшой по размеру, около сотни метров, очень красивый, чистый, гравийный пляж с кристально чистой и прозрачной водой. Уютное местечко, привлекательное даже для требовательных туристов. Бухта славится и своим богатым подводным миром. Здесь можно развивать дайвинг. Интересно для археологического изыскания. Здесь предлагается прокат лодки и яхты. Дополнительный шарф передают окружающие побережья Борис и Рисовский. Двухкилометровые пляжи Золотой берег и пляж Сутаморя песчано-гавичные. В окружении зеленых лесов и прочей срединноморской растительности. Очень уютные, просторные и пользующиеся большой популярностью у отдыхающих в Сутаморе и ближайших поселках. Есть разные пляжи, как правило, более раз с развивкой инфраструктурой. И в то же время среди роскошной природы, с великолепными сосковыми рощами, шикарными хвойными ароматами. Красный пляж, где я сейчас нахожусь, протяженностью всего около сотни метров, в небольшой бусночке, окруженной сосновым лесом. Сам пляж гравийно-песчаный, из природы, из породы окружающей скал красноватого цвета, что и придает ему оттенок сказочности и торжественности. С красного примыкает большой каменистый пляж Жук и Тролеца. Вода имеет особый лазорьевый оттенок и большую прозрачность. Около километра длиной, окруженной пышной растительностью, здесь много хвойных деревьев, с длинными июнями. Жуквы, которую когда-то замачивали здесь, перед обработкой для отказского промысла. Именно от нее пляж и получил свое название. Широкий полкилометровый городской пляж получил название Тополица, от стоящего рядом отеля. Начинается от реки, железится и простилается до местной яхт-пристани. Этот галлический пляж удобен для горожан и близкопроживающих туристов. Хорошо обустроен для отдыха, с чистой водой, норресом, кафе и бар. Далее пляжи в большом курортном поселке Добровода, известны своей разнообразной природой, чистейшей лазурной водой. Отсюда и название поселка с улительным коктейлем горного и морского воздуха в окружении многолетних дубов и оливковых деревьев. 300-метровый гарничный пляж Великий Песок и песчано-гарничный пляж Малый Песок. Пляжи больше обустроены, много кафе и ресторанов. Есть бассейны на берегу. Построенные здесь недавно отели, следя за прилегающей береговой линией. А на территории расположенного неподалеку отельного комплекса Роза Ветров организовывают целый комплекс развлечений. Постоянными теннисными портами, мини-зоофарками, пляжными барами и кафе. Еще один из красивейших пляжей Барска-Ривьеры, скрытый в великолепных оливковых рощах, близ курортного поселка Утеха, одноизменный полистровый диаметр с удобным подходом к морю. Здесь особый изумрудный цвет воды благодаря многочисленным подводным ключам чистой фреской воды. Совершенно прозрачная вода и чистейший хвойный воздух привлекают сюда туристов со всего этого города. И, конечно, как и по всему Черногорскому побережью, много диких пляжей, уединенных и укромных мест для купания. Друзья мои, приезжайте в Черногорию, увидитесь сами в моих рассказах и окунитесь в эти прекрасные воды Адриатики. Пока-пока, до встречи на Земле Солнечной Черногории. Чао!